Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Елена Макаровская, специалист Рязанского областного ресурсного центра. Елена, здравствуйте! Добрый день! Ну и, наверное, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, что представляет из себя Рязанский областной ресурсный центр? Что это такое? Рязанский областной ресурсный центр – достаточно молодая организация, была создана при Министерстве образования Рязанской области с целью сопровождения детей-выпускников школ-интернатов, сиротских учреждений и приемных родителей, а также с целью оказания населению психологической, социальной, медицинской и педагогической помощи. То есть областная ПМПК, она тоже к нам относится. И, в общем-то, мы развиваемся, и одна из задач сейчас тоже перед нами стоит, как профилактика социального сиротства. Надо отметить, что кроме нашего центра в каждом районе, практически нашей области, работают службы сопровождения при школах-интернатах, либо при центрах социального обслуживания, тоже по сопровождению детей-сирот-выпускников школ-интернатов, детских домов и как раз-таки приемных родителей тех районов, в которых находится служба. Вот, насколько я знаю, в ближайшем будущем, совсем скоро, да, центры проводят фестиваль, который называется «День Аиста». А, собственно, по поводу чего мы с вами собрались? И вот расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль такой, где, когда пройдет? На самом деле, организаторы фестиваля – Министерство образования Рязанской области при поддержке правительства Рязанской области. Фестиваль проходит уже второй раз в нашем городе, и фестиваль посвящен семейному воспитанию. Одна из задач фестиваля – это продвижение форм семейного устройства в Рязанской области, то есть привлечение населения к этой тематике, к теме того, что приемным родителям быть не так страшно, потому что работает множество организаций, множество служб, которые оказывают поддержку семье. Причем я хочу сказать, что не только приемные, но и любая семья может получить вот эту поддержку. И главная, наверное, задача фестиваля – это показать людям, что есть некая карта региона, и на нашей площадке будут как раз работать все организации, то есть представители государственного сектора, представители некоммерческих организаций, и какую-то часть займут еще и представители бизнеса. Например, то, что касается недвижимости, отдыха в Рязанской области, тоже семьи могут получить информацию, собственно, кто чем занимается, и какую помощь, какую поддержку они могут от них получить. Ну, помимо вот такой информационно-консультационной зоны, на фестивале будет еще работать зона развлечений, фото-зоны. То есть, ну, все сюрпризы я раскрывать вам не буду, потому что тогда будет, может быть, не совсем интересно. Вот, но сюрпризов будет предостаточно. Одним из которых является беспроигрышная лотерея, которая будет, в общем-то, 500 призов у нас, призовой фонд, и первые 500 семей получат возможность как раз-таки поучаствовать в этой лотереи. Главный приз – смартфон. Ну, про остальные сюрпризы, я думаю, действительно не стоит, но вот про участников, про гостей фестиваля расскажите. Приглашаем мы абсолютно всех, потому что то, что будет представлено на нашем фестивале, актуально для любой семьи. Даже той семьи, которая только еще планирует стать, скажем так, на этапе, может быть, создания семьи, да, опять же. Вот, соответственно, мы ждем всех-всех-всех гостей города. Может быть, это даже не только семьям будет интересно, но и различным специалистам, психологам, социальным педагогам, в общем, всем тем людям, которые работают с семьей. Потому что помимо информированности населения, есть еще как бы такая проблема, что не все люди, работающие в различных структурах и организациях, подозревают о существовании друг друга. И, скорее всего, вот как раз-таки на нашем фестивале будет возможность увидеть друг друга и понять, кто чем занимается, какую, в общем-то, задачу выполняет, и, ну, чтобы не пересекаться, скажем так. И в этом случае, как бы, такая некая консолидация сил наших будет общих. Ну, собственно, наверное, это, в общем, такая важная задача наша, которую мы им перед собой поставили. А, Елена, вот скажите, какие-нибудь особые гости будут на фестивале? Да, мы пригласили на концерт, у нас примут участие участники детского голоса. У нас Китуа, московская команда, и из наших рязанских гостей Мама Джаз. Ну, понятно, что лучше, как говорится, один раз увидеть, да, чем сто раз услышать. Но вот, тем не менее, расскажите вот о программе фестиваля, да, что он будет из себя представлять. Фестиваль состоит, я бы сказала, даже из трех частей. И сейчас, наверное, один из сюрпризов я все-таки раскрою, потому что надо пригласить рязанцев на это мероприятие. В рамках нашего фестиваля 17-го, 17-го сентября, 18.30, на Площади Победы пройдет танцевальный флешмоб в честь семьи, в честь любви, в честь приемного родительства, в честь родительства вообще, в честь детства. Волонтеры нашего города, в том числе самые различные танцевальные, хореографические студии, при огромной поддержке Дворца культуры МКЦ, да, и лично Владимира Васильевича Колчаева, мы, собственно говоря, организуем некий такой праздник для жителей нашего города и гостей. Поэтому приглашаем всех желающих 17-го сентября в 18.30, Площадь Победы. Это первая часть фестиваля. Вторая часть фестиваля начнется в 13 часов. Открытая площадка Театра Кукол, как раз где будет работать развлекательная зона, информационная зона, будет работать беспроигрышная лотерея, ну и масса сюрпризов, которые мы, в общем-то, надеемся преподнести нашим гостям. Это, я так полагаю, 18-го уже числа? Это 19-го. 19-го. 19-го сентября, да. 19-го сентября Театр Кукол уже. И третья часть фестиваля начнется в 16.00 в самом Театре Кукол. К сожалению, количество мест ограничено, то есть вход будет по приглашениям. Основная, в общем-то, часть гостей будет приемной семьи, это такой подарок для них. Потому что, если говорить про День Аиста, что такое День вообще Аиста? Есть день рождения ребенка в семье. Так вот, День Аиста – это день рождения ребенка в приемной семье. То есть тот день, когда он появился у замещающих родителей. И это, в общем-то, вот чему посвящено мероприятие. И гостями также могут стать кто угодно. Те, кто выиграл приглашение через соцсети, следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке и в СМИ тоже мы будем давать информацию. Ну вот вы сказали, второй раз проходит фестиваль. Да, я так полагаю, что не последний планируется этот раз. То есть перспектива развития, планы на будущее. Мы очень надеемся, что в следующий раз, в третий и в четвертый, надеюсь, будет последующий раз, и мы привлечем уже коллег из других регионов. То есть сейчас наш фестиваль областной, но мы, в общем-то, смеем надеяться, что фестиваль станет межрегиональным. Потому что рядом с нами замечательные коллеги из Тамбова, из Липецка, из Тулы, из, собственно говоря, Москва. Кстати, на этом фестивале коллеги из Москвы уже к нам присоединятся. Те, кто работает в нашем регионе, уже не первый год, и, собственно, на этой площадке с ними можно будет познакомиться. Но в следующие годы мы надеемся, что фестиваль будет развиваться, расширяться, и, может, даже станет не однодневным, а двудневным. Ну, это такие, скажем так, мечты, которые, надеемся, воплотятся в реальность. Ну что ж, пусть мечты обязательно воплощаются в реальность и, конечно же, творческих вам успехов и приятного времяпрепровождения на фестивале. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Елена Макаровская, специалист Рязанского областного ресурсного центра. Это программа «Семь минут». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова